Многие могут подумать, что Сирану де Бержерак – это вымышленный литературный персонаж. Однако это не так. Французский философ, поэт-писатель, он также, будучи гвардейцем, снискал славу отчаянного дуэлянта, гордеца и забияки, подтвердив всеобщее заблуждение о его гасконском происхождении. Именно его история и легла в основу пьеса о ярком, но в то же время закомплексованном за свои внешности человеке, которая была экранизирована и многократно поставлена на многих театральных сценах мира. Теперь пришел и черед русского театра. Существует четыре варианта перевода этой пьесы на русский язык, который называют главным романтическим драматическим шедевром мировой драматургии. Но самым известным считается перевод драматурга Владимира Соловьева, который и решил использовать режиссер и художественный руководитель русского театра Филипп Лось. Он сам по себе – это высокая поэзия, потому что Соловьев сам драматург и поэт, поэтому он, наверное, лучше почувствовал слово Растана и смог его адекватно передать на русском языке. Роль Роксаны, в которую безответно влюблен Сирано, в спектакле играет приглашенная актриса Элина Пурде, для которой это уже второй опыт работы в русском театре. Но нынешний вызов оказался куда сложнее, поскольку вообще не просто играть пьесу на неродном языке, но во много раз сложнее, когда эта пьеса еще и в стихах. Но когда ей поступил звонок о предложении сыграть Роксану, актриса согласилась, не раздумывая. Роль Роксаны – это же самый из больших ролев для актрисы. Это там несколько Джульетта и Яна Каренина и так далее. Я сказала сразу – да, я согласна, я могу. И после этого звонка я поняла, что я сделала. Это же версия, это же ритм, это все-все по-другому. Я не могу пользоваться своих слов, когда я не помню текст. Исполнитель главной роли Дмитрий Косяков считает, что сейчас, как никогда, в нашем мире не хватает таких людей с открытым сердцем, как Сирано де Боржера, который своим примером показывает, что настоящая красота находится внутри, а не снаружи. В наше мрачное время, очень мрачное, эти люди, они необходимы. Они как маяки, как маяки где-то в бурном море во время шторма ночью. Вот когда ты увидишь этот маяк, и тебе кажется, что жизнь, она все-таки хорошая штука. Премьера спектакля состоится в предстоящую пятницу на большой сцене Русского театра. Но и стоит отметить, что согласно решению правительства, предоставлять справку о вакцинации при посещении закрытых мероприятий не требуется. Сергей Овченков, Мартейнло, Новости Таллина.